Очаговая гиперплазия эндометрия Организм женщины вырабатывает несколько видов половых гормонов. Чтобы могло произойти зачатие, их соотношение каждый день немного изменяется, заставляя яйцеклетку созревать, внутренние слои матки эндометрии увеличивают толщину, а молочные железы увеличивают количество внутренних желез. Если беременность не наступает, снова меняется гормональный фон, и все изменения подвергаются обратному развитию, как бы стираются. Выработка половых гормонов – это процесс практически ювелирный. Его легко нарушить сильным стрессом, перенесенной травмой, гриппом, перерыванием нежеланной беременности или отсутствием лечения болезни щитовидной поджелудочной железы или яичников. На этом фоне и возникает очаговая гиперплазия эндометрия. Что это такое? Матка представляет собой трехслойный орган. Внутри расположен эндометрий, слой, в котором развивается эмбрион. Тоже называется эмбрион. При благотворении, естественно. Посредине средний слой – это мышечный, чья задача – помочь малышу родиться. Сверху матку укрывает тонкий внешний слой – серозные оболочки. Эмбрион состоит из двух пластов – функционального, который отторгается во время менструации, если не наступает беременность, и базального. Если функциональный слой разрастается не по всей поверхности, а на отдельном участке сверх нормы, это называется очаговой гиперплазией эндометрия. Патология может быть несколько разных видов. Может случиться, что разрастание именно разрастается не функциональный слой, а базальный слой. Это состояние называется базальной гиперплазией. Как я уже говорила, очаговую гиперплазию эндометрия называют также полипом эндометрия, если он один, или полипозом, если их множество. Его тип выявляется только тогда под микроскопом, когда после того, как гинеколог проведет оперативное удаление данного образования, то есть данного гиперплазированного участка, и определение типа патологии важно для определения схемы ее лечения, а также для прогноза заболевания, в частности, возможности онкологического перерождения. Выделяют такие типы очаговой гиперплазии внутреннего маточного слоя. Это первое, самое простое, очаговая простая гиперплазия эндометрия. Термин означает, что в какой-то области полости матки образовалось больше нормальных клеток, чем нужно. Элементов, которых не должно быть в эндометрии, здесь нет. Нет и ЭТП. Второй тип. Очаговая железистая гиперплазия эндометрия. Означает, что на каком-то участке внутренней маточной оболочки появилось и множество нормальных клеток, и множество железистых структур. Когда в гистологическом заключении пишут пролиферативный вариант, имеется в виду железистая гиперплазия. Третий вариант. Железисто-кистозная форма разрастания. Состоит из нормальных клеток, железистых структур и полостей с жидкостью кист между ними. Четвертый. Железисто-фиброзное разрастание. Состоит из железистых структур, небольшого количества нормальных клеток, между которыми имеются участки соединительной ткани. Пятый тип. Атипическая гиперплазия эндометрия. Означает, что в полипе имеются структуры, представляющие собой видоизмененные клетки, внутренние маточные оболочки. Из этих элементов легко развиться раку. Поэтому это заболевание называют предраковым и нуждается в заболевании в более активном лечении. И шестой тип. Это очаговая гиперплазия базального слоя эндометрия. В отдельном участке увеличивается толщина эндометрия. При рассмотрении, после удаления, естественно, под микроскопом, оказывается, что утолщен ростковый его пласт. В нем в виде клубка появляются кровеносные сосуды с утолщенной стенкой. Этот вариант болезни развивается чаще после 35 лет. Если в заключении гистолога есть слово безотепия, это означает, что пока во внутреннем слое матки нет патологических клеток, которые могут в ближайшее время дать начало раку. Чем опасны заболевания? Гиперплазия безотепии может осложниться обильными кровотечениями, которые могут привести к снижению уровня гемоглобина, слабости, утомляемости, учащению дыхания и тахикардии. Беременность при наличии очаговой гиперплазии эндометрия маловероятна. Это обусловлено тем, что заболевание развивается в основном из-за избытка эстрогена в крови. Эти гормоны не могут дать произойти эволюции, а без выхода яйцеклетки зачатие наступить не может. Особенно часто приводит к бесплодию железистая форма патологии. Если же беременность на фоне очаговой гиперплазии все же развивается, она повышает риск выкидыша на ранних сроках. Кроме того, в этот период вследствие гормональной перестройки увеличивается шанс, что гиперплазированный очаг разрастается еще больше или даже приобретает признаки атипии. С другой стороны, другой вариант развития событий, есть шанс, что патологический участок уменьшится в размерах. Под влиянием повышенного при беременности выделения гормона прогестерона. Заболевание также может стать основой, на которой удобно развиваться раку. Особенно это относится к аденоматозной или атипической форме разрастания эндометрия, которая, не будучи пролеченной, становится раком в 40% случаев. Причины возглавения патологии. Основные причины развития очаговой гиперплазии – это дисбаланс половых гормонов. Особенно избыток гормона эстрогена или эстрогенов. Поэтому данное заболевание чаще всего развивается в возрасте, когда только устанавливается менструальный цикл, а также в период перименопаузы от 40 до 45 лет у женщин и более. Факторами риска для данного заболевания, либо предположено к развитию данной патологии женщины с такими заболеваниями, как заболевание молочной железы, эндометриоз, поликистозные или склерокистозные яичники, опухоли яичников, ожирение, надпочечниковая патология, выкидыш или переживание беременности на поздних сроках, недостаточная продукция гормонов щитовидной железы или избыточная продукция гормонов щитовидной железы, гипертоническая болезнь. В группе риска также находятся женщины, в анамнезе которых поздние беременности, частые аборты или выскабливания, длительный прием оральных контрацептивов. По наследству может передаваться повышенная выработка эстрогенов в организме, что приводит к формированию гиперпластических процессов в эндометрии. Так, если у матери был эндометриоз, фибромиома матки или полипоэндометрия, высокая вероятность, что у дочери разовьются гиперплазии эндометрия. Как проявляется очаговая гиперплазия? Или полипоэндометрия. Симптомы, по которым можно заподозрить наличие заболевания, это в основном кровотечения из влагалища. Они появляются между менструациями и во время менструации, делая ее еще более обильной. Межменструальные кровотечения могут быть не обязательно обильны, это могут быть небольшие, даже как типа кровомазания или выделения сукровицы. Если гиперплазия развилась у женщины в костменопаузе, это и проявляется умеренными или скудными кровяными выделениями. Вырастая более 2 см в длину, полип, то есть гиперпластический участок, становится подобен инородному телу, и матка будет сокращаться, чтобы изгнать его из собственной полости. Это проявляется сладкообразными болями внизу живота, то есть вторым может быть вторым симптомом полипа в полости матки. Наиболее обильные, длительные и болезненные менструации отмечаются при очаговом разрастании базального слоя эндометрия, который в норме не должен отслаиваться во время менструации. Из-за того, что для развития любой, даже слабо выраженной гиперплазии эндометрия нужно высокое содержание эстрогенов, которые затрудняют наступление овуляции, нарушается менструальный цикл. Это третий симптом полипа эндометрия. Отмечаются постоянные задержки месячных, вплоть до их полного отсутствия в течение 2-3 месяцев. Как проводится диагностика? Диагноз ставится по данным таких исследований, как УЗИ, выполненные вагинальным датчиком. Гистероскопия, при которой гипертозированный очаг удаляется для дальнейшего его исследования под микроскопом. Выполняться манипуляция должна непосредственно перед менструацией, когда толщина эндометрия максимальна. В случае невозможности гистероскопии проводится аспирационная биопсия, во время которой из необходимого участка с помощью вакуума забираются нужные клетки. Лечение полипа эндометрия. Лечение очаговой гиперплазии эндометрия зависит от формы заболевания, возраста женщины, ее хронических болезней. Если после диагностики, после выскабливания полости матки первичного и обследования соскоба под микроскопом атипия не найдена и противопоказаний нет, может проводиться лечение гормональными препаратами, имеющими разную направленность. Так в терапии используют средства, вызывающие искусственный климакс. После их отмены менструации возобновляются. Таблетированные также используются таблетированные противозачаточные средства. Третье используется внутрималочная спираль Мирена, выделяющая прогестерол, то есть левоморгистрил ежедневно. Если такое лечение неэффективно, проводится удаление очагов разрастания. В результате функционального слоя матки под контролем гистероскопа. Если имеется атипия, назначается полугодовое лечение препаратами, вызывающими искусственный климакс. Потом выполняется повторное выскабливание. Если атипичные клетки сохраняются, объем операции расширяется. В некоторых случаях, особенно при атипии, найденной у женщины в менопаузе или после нее у женщины с миомой матки или метаболическим синдромом, может проводиться гистеротомия, удаление матки. Лечение после удаления заключается в приеме лекарственных средств на основе женских гормонов. Это нужно для профилактики, рецидива заболевания. Если женщина планирует беременность, а у нее в течение года после вмешательства это становится невозможным, ей предлагают выполнить ЭКО.